Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас с вами ждет очень примечательная история об одном, так сказать, чемпионе. Почему так сказать? Да потому что с чемпионством в этой истории все не так просто. Или наоборот, все проще обычного. Впрочем, что я вам буду пересказывать? Сейчас вы сами все увидите и поймете. Тем более история уже начинается. И мне остается лишь сказать, жил-был один король. Был он всем слугом господин, правда, слуга у него был один. Добрый и верный, да к труду привычный. Одним словом, слуга отличный. И вот однажды... Вперед, вперед, нас битва ждет. Сдавайся, враг, слуга. Слуга... Ваше величество. Чистая победа! Победа? В пятый раз подряд! В пятый? Ваше величество, простите меня мое любопытство, но что такое у вас на голове? Где? Белое и пушистое. А, это... Да-да, именно это. Похоже на содержимое подушек, которые мы купили по 12 монет за штуку с учетом скидки. А, так это они есть! Ваше величество. Ваше величество, вы... Ваше величество, вы только три дня назад уничтожили наши предыдущие подушки. Ну, я же должен был как-то поддерживать спортивную форму, отрабатывать чемпионские приемы. Ваше величество, ну вы же обещали не использовать подушки ни в каких других целях, кроме как для сна. Кто, я обещал? Да, Ваше величество, вы обещали. Значит, я запамятовал. Ваше величество, ваше небрежное отношение к словам может завести вас далеко. Да, подумаешь. Сейчас я покажу тебе чемпионский прием. Бросок через бедро. Вот, смотри. Ваше величество, я же только вчера их купил. Эй, да брось, становись как я. Еще уговаривал торговца сделать скидку, чтобы на сэкономленные деньги приобрести зеленый камзол, сширый золотом, который вы умоляли меня приобрести. Ты насобирал нужную сумму? Осталось еще чуть-чуть. Запомни, этот камзол должен быть мой. Такие вещи, между прочим. делают людей счастливыми. Вы шутите? Камзол? Ай, что с тобой говорить? Давай, главное запомнить, что камзол должен быть мой. И все, понял? Все, становись как я. Пригнись, пригнись, пригнись. Ну хорошо, ваше величество. Ну-ка, и так. Ага, правая нога. Делай. Раз. Делай. Два. Делай. Три. Ваше величество, простите мне мою назойливость, но мне бы хотелось вернуться к разговору о наших подушках. Какой ты надоедливый. Что тебе от меня нужно? Ваше величество, я бы хотел смиренно просить вас, чтобы впредь вы были более бережно к домашней утвари, которая находится в нашем доме. Ну хорошо, я обещаю. Ну а так же, ваше величество, я смиренно хочу напомнить вам об ответственности каждого разумного человека за свои слова. Хватит уже, ну. Ваше величество, ваше величество, о, браво, ваше величество, вы в отличной спортивной форме. Да, я в прекрасной форме, только ваш приход не позволил мне закончить борцовский прием высочайшего класса, чемпионский бросок с тремя переворотами сверху. Да. Отлично, ваше величество, я надеюсь, что вы сегодня этим успеете воспользоваться. Да, сегодня? Простите, фрау Букельбанда, а что вы имеете в виду? Я имею в виду настоящую схватку с настоящими чемпионами по борьбе. Что? Они уже здесь! Кто? Чемпионы? Ничего не понимаю. Простите, фрау Букельбанда, но многое из вышесказанного вами для меня тоже остается загадкой. Ну какая там загадка? Его величество дней десять тому назад на конюшне, помните? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, так, а что там было? Дни десять назад на конюшне вы демонстрировали на мешке с соломой мне приемы борьбы. И вы сказали, что вы были бы счастлив побороться с настоящими чемпионами по борьбе. Ах, да, 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 да. Интересное заявление. А, и еще вы сказали, что это для вас было бы лучшим подарком самым-самым. Вы так сказали? Сказала, что тут такого? О том, что я разослала объявление во все газеты о том, что вы мечтаете побороться со всеми чемпионами и поборите их одной левой, чтобы провозгласить себя чемпионом чемпионов. Это я такое сказал? Да, я-то хотела вас порадовать. Вам это удалось. А, и что теперь? Они уже здесь. Они приехали. Они на площади и спрашивают, как дойти до вашего дворца. Такие здоровые-здоровые лисы, такие свирепые-свирепые. Жуть. Свирепые? Да. Жители ближайших домов даже запирают ставни и двери. Ставни и двери. Какая чепуха. Насколько мне известно, около площади живут весьма разумные люди. Я уверен, что вы преувеличиваете. У страха, как говорится, глаза велики. Ну, ваше величество, не судите меня строго. Я ведь всего лишь барышня, зато вы какой чемпион. Ну, я уверен, я должен их увидеть всех. Тем более, что я сейчас в такой прекрасной форме, этого нельзя не заметить. Дай мне, пожалуйста, плащ, шляпу, трость. Ваше величество, надеюсь, вы не собираетесь с ними состязаться? Почему вы и нет? О, ваше величество, вы такой, ну просто душка. Ждите меня. Я скоро. Интересно, чем это все может закончиться? Эти лже-чемпионы сразу разбегутся или нет? Фрау Букельбанд, я думаю, что нам необходимо подготовиться к встрече Его Величества. В каком смысле? Тазик, йод, свинцовые примочки, бинты. О, плохо вы знаете Его Величество. Фрау Букельбанд, простите, но у меня на этот счет другое мнение. Ну вот, мы и готовы к встрече Его Величества. Простите. Срочно запирать двери и окна. Они идут сюда. Меня нет, я в Баден-Бадене. Ваше величество? Я случайно послушал их разговор. Они собираются стереть меня в порошок, сделать манную кашу, антрикот и кое-что еще из фанцузской кухни во время состязаний. Лица у них такие неприветливые. Жуть. Все за вашего этого объявления! Ваше Величество! Ну вы же сами говорили! А слова нельзя взять обратно? Я не знаю, но может быть можно? Вот только вернуть этих чемпионов будет куда сложнее. Да уж, тем более, что они уже у наших ворот. Я тебя прошу, сделай что-нибудь, пожалуйста. Хорошо, Ваше Величество. Я попробую провести переговоры. Что там? Кажется, они пошли на контакт с вашим слугой. По крайней мере, все указывают в нашу сторону и смеются. Служа возвращается. Ну! Ну! Это были непростые переговоры. Но за оплату проезда и небольшой сытный ужин, господа чемпионы согласились забыть об объявлении фрау Букельбанд и не будут настаивать на проведение соревнований. Это хорошие условия. Да, Ваше Величество. Очень хорошие. Как? Они так много едят? Ваше Величество, если вы не успели заметить, то я вам напомню, что это физически очень крепкие люди. А у таких людей, как правило, очень хороший аппетит. Так что о зеленом камзоле с шитым золотом вам придется забыть. Да как забыть? Ты что? Ваше Величество, ну, если вы не согласны, то можете принять участие в состязаниях. Не-не-не-не, я согласен. Я почему-то так и думал. Мой камзол. Какая история закрутилась. Все из-за ваших вот этих вот... Что? Простите. Из-за моих необдуманных слов. Вот, верно. Из-за чьих-то необдуманных слов. Зато мне эта история, фрау Букельбанд, помогла одну очень важную вещь понять. Да, и как он? К словам надо относиться серьезно. Ведь когда-нибудь до них все равно придется отвечать. Ваше Величество, да вы гений! А то! Вот такая история, дорогие мои. А о чем она, я уверен, всем и так ясна. Слова, слова. Как порой легкомысленно к ним относятся люди. И надо сказать, что из-за этого легкомысленного отношения порой случается немало неприятностей. Хотим мы этого или нет, но мы ответственны за все, что говорим. И эту ответственность нас никто не снимал. Так что, друзья мои, будем серьезнее относиться к своим словам и будем помнить, что за слова свои нужно отвечать делом. Вот так. До новых встреч! Храни вас всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин